От демографии здоровья до построения цифровой экономики. 12 национальных проектов. Это стратегические направления развития России, сформулированные в майском указе президента. До 2024 года на это планируют выделить больше 20 триллионов рублей. И что важно, все нацпроекты должны быть детально проработаны на региональном уровне. В ближайшем будущем у кубанских чиновников будет много работы. Майский указ это нормативный правовой акт, который нужно исполнить. Президент поставил перед страной задачу, значит перед регионами, а значит перед нами, которую мы должны выполнить. А задача простая, то есть мы должны где-то кратно увеличить темпы экономического роста, ну и конечно кратно повысить уровень благосостояния жителей нашего региона. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов. А у нас с вами 42 региональных проектов в развитии от 12 национальных проектов, где мы максимально, каждый, я обращаюсь к коллегам своей, компетенции будет контролировать и реализовывать тот или иной региональный проект. И не просто с точки зрения административного контроля, а с точки зрения в первую очередь мониторить мнение жителей, насколько вокруг них конкретно появляются изменения к лучшему. Потому что одними отчетами наших коллег здесь я уж точно не ограничусь. В первую очередь заметными должны стать изменения в социальной сфере, медицине и образовании. Ведь это то, что ежедневно окружает каждого из нас. В рамках регионального проекта развития детского здравоохранения планируется построить новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы. Он рассчитан на 460 мест. По сути, это полноценное медицинское учреждение. Все ради снижения детской смертности. Еще одна ключевая задача – создание современной системы оказания медицинской помощи первичного звена. Мы должны расширить сеть медорганизаций. Но мы это и делаем в течение последних трех лет. Очень активно речь идет о строительстве офисов врачей, общей практики. И задача к 2021 году открыть в регионе не менее 300 офисов. Но такими темпами, как у нас сегодня реализуется эта тема, у нас сегодня их 254. Мы не сомневаемся, что эту задачу мы выполним. В конечном счете, все это должно сказаться и на росте численности населения края, а также увеличении продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. Времени вроде бы и много, но не надо быть экспертом, чтобы понимать. Поставленные задачи выполнимы только при условии экономического роста. Чтобы добиться его, также разработаны региональные проекты. Ставку, в частности, делают на развитие малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае. Основными целевыми показателями наших региональных проектов к 2024 году являются увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 1 миллиона человек. Сегодня это порядка 750 тысяч человек. Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию. Увеличение числа микрозаймов, выдаваемых нашим фондом микрофинансированием, на сумму порядка 3,8 миллиардов рублей. Работа по всем направлениям грандиозная. Значит, контроль за исполнением строжайший на каждом этапе. Губернатор дал понять, что спрашивать за реализацию региональных проектов будет со своих заместителей. 42 региональных проекта, я понимаю, что они находятся в рамках определенной компетенции изначально. Но вот я бы хотел, чтобы тоже за конкретным из 42 региональных проектов был закреплен конкретный вице-губернатор и конкретное даже основное лицо, которое будет в целом отвечать за реализацию только регионального проекта. Потому что безответственно подойти к этому вопросу значит прородить безответственность. А безответственность тогда, когда нет конкретного лица, который отвечает за то или иное направление. Ведь задача сегодня, которую перед нами поставил президент, это не просто добиться в нашей с вами работе каких-то конкретных цифр или повышения. Цифра ли стат отчетности, а качество изменения жизни – вот что сегодня стоит за майским указом президента. Качество изменения жизни. Люди, коллеги, вот ко всем обращаюсь, поверьте, они от нас ждут не отчетности, не на сколько процентов у нас что выросло, или какие у нас цифры сегодня ждут конкретного результата в их повседневной жизни. И результаты в их карманах тоже ждут. Вот это же естественно. А это уже как следствие того, что мы с вами наработаем. Один из целевых показателей нацпроектов – снижение к 2024 году уровня бедности в стране в два раза. Все это, конечно, проецируется и на регионы, где в свою очередь включаться в работу готовые в каждом муниципалитете. Ведь озвученные сегодня проекты – это и есть образ Краснодарского края в будущем. Среди муниципальных образований, среди глав присутствует очень серьезная конкуренция на самом деле. И мы не то, что готовы. Мы в прямом смысле даже, вот я вам говорю, боремся за то, чтобы мы участвовали в национальных и региональных проектах и программах. Это очень важно. И мы отдаем себе отчет, сколько это важно. На этапе реализации контролировать необходимо различные показатели. От того, куда и на что были потрачены деньги, до информации о том, чем заняты рабочие на строительных объектах. И здесь важно разработать адекватную систему контроля, обратил внимание глава региона. Этим займется отдельная структура в краевой администрации. Я решение сейчас приняло создать управление мониторинга исполнения национальных и региональных проектов. И вот, наверное, не за счет увеличения только численности администрации, а за счет перераспределения численности администрации создать такое управление. Оно будет подчиняться напрямую мне и докладывать о ходе реализации и национальных проектов, и региональных. За исполнением целевых показателей Вениамин Кондратьев следить будет лично. Раз в три месяца ему будут готовить детальный отчет о реализации национальных и региональных проектов в Краснодарском крае. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.